В Туркменистане вынесен приговор бывшему лице-премьеру правительства страны Борису Шахмурадову. Он осужден на пожизненное заключение. Накануне местное телевидение продемонстрировало видеозапись его допроса. Лидер оппозиции признается, что участвовал в организации покушения на главу республики Сапрамурата Ниязова. Независимые наблюдатели задаются вопросом, что заставило Шахмурадова дать такие показания. Трансляция государственного телевидения Туркмени. Заседание Народного Совета в прямом эфире. Бурные продолжительные аплодисменты. Делегаты СОИ приветствуют Туркмен Баши. В повестке дня всего один вопрос. Как наказать организаторов и участников покушения на президента всех Туркмен? На большом мониторе показания обвиняемых. Вот заявление бывшего вице-премьера Бориса Шахмурадова, которого здесь называют главным организатором неудавшегося теракта. Мы являемся преступной группировкой мафии. Среди нас нет ни одного нормального человека. Все мы ничтожество. Борис Шахмурадов говорит, что все заговорщики законченные наркоманы. Они вербовали наемников, чтобы убить Ниязова и взять власть в свои руки. А вот заявление того же Шахмурадова, которое он сделал перед тем, как добровольно сдаться туркменским спецслужбам. Цитата. В связи с тем, что в туркменских тюрьмах применяют психотропные препараты, я не могу нести ответственности за те слова, которые растиражируют подконтрольно Ниязову СМИ. Днем раньше в интервью газете «Известия» сестра Бориса Шахмурадова рассказала, что ее брат решил пожертвовать собой, чтобы спасти родственников от издевательств и пыток в подвалах Министерства безопасности. На сегодняшний день по делу о покушении уже арестовано 47 человек. Следствие закончено. Аргументы о невиновности задержанных в расчет не принимаются. Приговор был известен заранее. Высшая мера. 25 лет тюрьмы. На сегодня Народное собрание приняло специальную резолюцию. Для изменников Родины высшая мера – пожизненное заключение. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Сергей Семенов, Сухровский Белая, Первый канал.